Слона не вхочешь и не ставят начать. Им похуй, да. Подождите, а когда я скажу, что ты плохой? Тойоту сейчас же у нас собирают. В России. Кстати, в этом где-то подкорском. Косой будем сечь, пёк. Ложитесь, буду сечь. Мы роботы, давайте легализуем. Люди у нас здесь проституцией не занимаются, а это роботы. А, вон, реальные новости есть. Всем привет! Это шоу «Я так думал», где мы собрали самых лучших комиков на наш взгляд и разбираем самые актуальные новости. Сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях балетмейстер Михайловского театра, заслуженный народный артист Махачкалы Эдуард Воснецов в образе Валентины Сидорова. Это я. Женщина-кошка Владос. Уже синий пришел, господин. Давайте просто поаплодируем. Игорь Чехов. Ну и ваша покорная слуга в одной и той же футболке, Кукота Михаил. Михаил Кукол, он всегда в одной футболке. Приходите к нему домой, подписывайтесь на его подчеты. Итак, друзья, у нас сегодня есть самые острые новости, которые мы должны разобрать. Внимание. В Красноярской школе вместо звонка охранник начал включать песни Тима Белорусских «Би-2» и «Кино». Какой интересный выбор. Тима Белорусских, «Би-2» и «Кино». Его плейлисту удивилась директриса. Потому что она хотела поставить «Лед Запад». Отличный вкус. Прикинь, подожди, он теперь звонок в школе включает с компа. Он мне кажется вот так даже в микрофон подсоединял. Жалко, что он начал включать песни, а не сам петь. Было бы прикольно, если бы микрофон такой... Не забудь, как мой любимый цветок, Воздушные поцелуи станет самым горьким. И учительница такая, а эта песня только для учителя. Звонок для учителя, бля, бля, танцуйте. Урок не закончен. Ребята, по тему белорусских можно еще как-то закончить урок. Но под бидва... Под бидва надо жизнь заканчивать. Махрые улицы, и на марке целуются. Все такие, бля... В 12 лет как-то умирать не хочется. Есть еще одна такая маленькая поправка дополнения, которую может зачитать Владос. Охранник Валерий Максименко решил, что старая мелодия слишком резкая и неприятная. Поэтому он предложил ее заменить. Об этом сообщила администрация города. Власти рассказали, что теперь дети перед уроками танцуют и с нетерпением ждут начала занятий. Максименко сам считает... Сам ищет песни и обрезает их под формат звонка. Педагоги и ученики тоже заказывают песни. Охранник строго следит за содержанием песен. Отклонил даже просьбу сделать школьный звонок из Владимирского Централа. Просто фишка в чем, что охранник всегда мечтал стать диджеем. Да, да, да. Ведет дискотеки. Да, на школьных дискотеках по-любому там пацаны мелкие такие. Я поставлю песни и Валерий Максименко. Я поставлю. Открываются такие. Девки такие. Сейчас это будет. Валерий Николаевич пришел. Сейчас будет. Незабудка мой любимый. Незабудка. Сменка где, блядь? А вам не кажется, что именно отсюда начинаются дети, которые воспитаны клубной музыкой? Отсюда начинаются? Не, ну прикинь, в какой-то момент звонок. Типа игром они. У-у-у, пойдем в клуб. Не надо, пойдем в школу. С одной стороны, это очень круто, да? Это как бы получается музыкальное воспитание. С одной стороны. Вот так, как тебя музыкально воспитывают. И с другой, получается, тоже. Евгений, он натурный диджей, который пуп-пуп-пуп. А диджей Максименко, пуп-пуп, где Сменко? Где Максименко, где Сменко? Где Сменко, где Сменко? Я бы хотел вообще, ну, увидеть, как он впервые до этого додумался. У него же, наверное, микрофон, да? Который вещает. Мне кажется, он просто лох там на самом деле. Не, мне кажется, у него на телефоне песни он такой. Владимирский Централ. Не то, не так. А он просто смотрел у него окна. Окна из его будки охраннической. Выходят на окна директрисы. Он, когда песни включает, он видит как... Умиляется. Он к ней хотел подкатить. Понял, она ему не знал, как. Сейчас я Елена Петровна все сделаю. Какую песню? Владимирский Централ, она же сидела. Она же сидела, да? Она же сидела за коррупцию. Так, нет, давай... Слушай, самое крутое... Все поймут, все поймут, да. Ребята, самое крутое, что там можно делать заказы. Это круто, реально. То есть ты подбегай... Эй, шеф! Давай нашу. Валера. В смысле, зачем ты мне... Так, Витька, хватит конфетами разбрасывать. Хватит сосиску в тесте мне. Сосиску в тесте, да. Киркоров, Киркоров подорожал теперь, блин, на 500 рублей. Вот так, братинию, братинию, поставим нашу. А прикинь, это что можно... Это физрук, физрук, братинию поставил. Сань, ты мне еще за прошлый должен денег, блин. По его настроению, вернее, по этим песням же еще можно понять, какое у него настроение. Ну типа веселый, да, грустный. Что-то грустная какая-то музыка. Да, у него кошка сдохла. Да, да, да. Территриса отказала, ему не дала. Ребята, у него же есть какая-то типа а-ля Кликоха типа диджей охрана? Диджей Максименко. Диджей Максименко. Диджей Максименко. ЧП Дикий Кабан. ЧП Кабан. У него погоняла диджей безопасность. Диджей секьюрити. Диджей звонок. Диджей секьюрити. Вот теперь его весело говорить, что я от звонка до звонка. Да, но Тима Белорусский. Это же чей-то пахан. Это же чей-то пахан. Это же вообще, прикинь, его сын учится или дочь? Учится в этой же школе. Его стебутся или наоборот ему? Не, наоборот. Он на первой парте, сын сидит такой. А батя сегодня? Ша батя сделает. Ша батя сделает. Мой батя сейчас вообще хлопает. И там. Это по-любому, знаешь, ему нравится учительница какая-то, сыну. По истории, которая, знаешь, 22 года после университета. Старичка. В самом соку. И он такой. Бать, бать. Сделай. Сделай. Ей нравятся вот эти вот розовые. Когда была днюха у директрисы, он типа Аллегрову воткнулась. С днём рождения. С днём рождения. Кайфует. Ну, нужно переменах имсить немножко. Не бегайте они в коем случае. Ребята, сменку переодеваем. Объявление в столовой. Горячие булочки. Двигай, двигай. Поехали. Всем отличного дня. Хорошего настроения. Здравствуйте, Антонсина Семёновна. Он, скорее всего, это говорит очень быстро, как вот эти радиоведущие. . Двадцать пять часов таком. Сегодня для вас взяты свежие треки, ЗВДАКТЫ. Ну, а в Москве плюс пять. Ну, а в нашей школе плюс двадцать. Ну и хорошее настроение. Хороший настроение, сучки. Кайфуйте. Большая перемена. Не забыл. Двадцать минут кайфа. Всем хороших оценок. Четверть позади. отдыхает а прикинь самое крутое что он же себя прокачал он купил себе микшер наушники знаешь такая потом он так херачит в какой-то момент Пётр Семёнович, я хотел с вами поговорить вы как бы у нас вроде как охранником у вас брали на работу да больно, больно и собрались научить 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 на диджейство это круто на самом деле что в школе есть такой чувак с оригинальным мышлением и для детей наверняка и ты хочешь школу уйти ну чё это реально помнишь звонок это же вообще мразь это же ну так нельзя вообще ты да я как-то прики марил но прики марил на уроке вообще сознание окончательно у тебя же часть нейронов отмирает в этот момент проходили все когда-нибудь когда тишина звенящая в коридоре и когда мимо звонка проходишь и он начинает эти три пляшки 3 когда они второе начинают да и ты умер в этот момент знаете что он этот звук прям чуть ли не идентичен граничит с пожарным звуком то есть они практически дети то есть ты сидишь на уроке а это переменка сидеть горим записывай параграф 23 как будто в какой-то итак дорогие друзья у меня для вас замечательная новость наконец-таки наш звездный гость главный для меня и самый ведущий для меня актер театра импровизации вы наверняка знаете кто это уже арсений попов и здесь можно такую подправку театр равно шоу театр и импровизации но мне приятно что ты помнишь наши из я кстати помню прикинь вот этот отложилась больше чем шоу театр отложилась каким больше чем шоу потому что ты и я это кто актеры давайте тогда переговорю давайте забейте все на шоу импровизации а прикиньте скажут другие там допустим это же театр шастун скажет смысл я лично в шоу он есть или матриенко он есть свои хлопья и заплевал матриенко заплевал в смысле театр шастун свою растишку ебошит путинк свой блять и серега заплетался театр подождите резинку так потянул распустил вот как ты раньше как ты раньше тоже раньше конь был сегодня арсений принес нам свои новости сейчас он их зачитает арс давай дорогой итак ребят питерский юморист арсений попов запустил новую линию одежды футболки одну из которых вы можете увидеть на нем прямо сейчас подожди это матриенко ты надо обожаю я когда по нему скучаю я надеваю футболку а это ты сам рисуешь я слушаю я принимал участие матриенко один в один серьезно взял вот его ничего не испортил после ядерного взрыва это после того как в ноябре он против ветра шел по троицкому мосту так сильно похудел шел по кубанску в 7 вечера до облучился пиздец снова кубанска у меня врал он горит я с армавира болтаете слушайте новость в россии торжественно открыли болото добыл разрезали ленточку да бля где лягушку я так думаю что это торжество происходило в 1703 году да нет посмотри на бабок это он все новое так а есть какая-то какое-то пояснение к этой новости давайте сначала разгоним это же я себе представляю ну то есть это же сидят лягушки такие наших всех причесала когда открытие и у них подпись аплодисмента нет кто будет резать так текст так но все же понимают вот я так думаю так что вместо того чтобы засыпать ямы заделывать дороги или избавляться от болота проще их официально открыть судя смотреть судя по всему по фотке они просто открыли дорогу горит ну блять мы засыпать ничего не будем просто оставим вот это болото и назовем его улица ленина на болото вы думаете это болото имени ленина болото имени ленина на болото принесли карава и жертвоприношения это же все эти же все женщины эти царевны лягушки они скинули ссоры в эту историю да мне интересно было на схеме изменилось мне кажется был же по-любому лучший города на открытие николай николай ел комара варонский блять веду разные мероприятия и одна такая жаба без поцелуев давайте я поясню да в российской глубинке если вы думали то в москве открыли болото я думал москве в двух селах в удмуртии торжественно открыли две новые дороги все бы ничего но только дорог на фотографиях с празднований не вижу говорил зато люди со счастливыми лицами стоят по щиколотке в болоте снимки с церемонии открытия дорог обнародовал на своей странице фейсбук российский блогер не будем его рекламировать все правильно тем по 500 рублей сдали вот эти вот приходите торжественно открытие болото клюква бесплатно они они стоят на открытии бабка стоит или этот мэр рассказы потихоньку сейчас на говоря судя по фотографии не очень-то и торжественно это больше на похороны по ребят они говорят открывали болото дома уже стоят здесь явно уже по лет сто почему до этого не открыли участку открыли это просто это не просто домой до девятиэтажки который уже просто может быть вот это мэр слева стоит мэр слева и всего он такой бля торговый центр не успели вебать давайте болото хотя баку дедлайн поджал 10 ноября а кроме мэра ни одного мужичка там не так вот я тоже хотел сказать что насторожен это бабки это бы эти бабки они ему аплодируются хоть у кого-то эрекция здесь у нас болотом у него стоит смотрите но зато торжественные деньги сперли но мэр в новой куртке не причем они типа открыли дорогу горит типа где асфальт какой ну что вы знаете про асфальт ну зачем он вам нужен тут же так приятно идешь летом пыль и конечно осенью там вот этим ходить вот похавайте хлеб и посмотрите на мою рекс я на все купил деньги куртку новую и viagra мне кажется они реально сделают дороги все туда уедут поэтому сегодня открытие болото хуй вы готовы вообще я так думаю что это синдром петра первого болото открывать будем здесь и градус здесь стоять ты ебанулся каком градусе бабкам бороды бабкам пёс десечь будем мэр совсем ёбу дал косой будем сечь пёс жейтесь буду сечь о боже мой пока это мощнейшая шутка тойота представила концепт летающие метлы тойота сейчас же у нас собирают в россии кстати в этом где-то подкорском совпало там некоторые модели похожи на метла они просто типа жигули выглядят электрическая она да вообще-то называется хай-тек ньюс от бабы яги новый блок какой-то она летает эта штука или типа на ней ездишь или что происходит по-моему просто они бросают она летит какое-то время без тебя да тойота представила концепт летающей метлы вдохновившись персонажем русской ведьмы баба яги у него баба яга баба яга офишал да есть кстати баба яга это же кличка джона вика да но джон вика если вы смотрели в любой части его называют баба яга у него почему-то такое прозвище но он же русский да которая перемещается на таком транспортном средстве метле дали название ебрум от ебрум слушай а вы не ебрум какой-то там абрум это щётка браш брум это… мне кажется эта новость доказывает, что сейчас в тойоте вообще до хуя свободного времени Чуваки такие просто, слушай, ну уже Камри есть, Королла есть, уже давай что-нибудь, вообще поинтереснее. Веник сделаем. Веник сделаем. Веник сделаем, а? Прикинь, она лучше Лады. Она лучше Лады. Она что бы ни сделала. Она дает, а это все будет лучше Лады. Даже метла вот эта, вот, блядь, с пуском автоматическим. А вы заметили, что метла не соединяется с Баба-Ягой? Никак. Вот сейчас я показываю. Дисконнект еще. Да, на самом деле она и прыгнула, чтобы соединиться. Я думаю, что я бы эту метлу бы с кайфом подарил, ну какой-нибудь, ну дури, 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 дури велик уже тоже не устраивает, спортивные вот эти, знаете, когда ты с него встаешь и ты понимаешь, а где сиденье? А он вот такой вот просто с ладошку, вот так, а потом рассказывают, ну это чтобы не терлись, ягодицы, там это, тогда ну давай кол, чтобы совсем ничего не терлось. Мне нравится эта новость. Мне кажется, что разработчики метлы ебнутые люди. Либо очень умные, либо очень умные. Смотри, но есть же там гироскутер, это все равно какой-то транспорт будущего, да? Или там есть вот эта штука, ты с рюкзаком летаешь от струи воды по водоему. Да, да, да. Неужели ты бы не попробовал полетать на метле? Я бы даже очень попробовал, и мне кажется, что следующий их шаг, я так думаю, что это сапоги-скороходы, летающий ковер, молодильные яблоки, да, молодильные яблоки, то есть они прям по сказкам пройдутся, все это втюхну, и вот русский народ такие, живем как в сказке! Есть еще одна новость, но если вы готовы ее услышать, потому что она... Должна появиться через три, два, один! Она не для слабаков. Короче, готовы? Держим. Это не про Россию, поэтому, знаете, сразу можно фантазировать. Ух, слава богу! На минувшей неделе в Индии, в городе Мумбаи, были вынуждены приостановить военный парад из-за акта любви слонов. А, они же там на слонах, там параде... Но это тяжелая техника. Тогда мы член у слона, знаешь, нелегенький. Тяжелая техника. Нет, а прикинь, какой парад, что, типа, кто-то несет гранатомет, а кто-то член у слона. Перепутал просто. Мне кажется, что там была такая штука, там. Выпускайте слонов, потому что они несут С-400. С-400. Ни хрена. Блин, сейчас ты все! Разбегай! Он же вот так сначала несет такое. Только не на нас, только не на нас. Фу, Влада, пусть ебутся. Все равно вверх пойдет. Это страшная зрелища. А у нас и такого не может произойти. Это, знаешь, должен быть акт любви Тополя-М. Вот он там. Выпускает свои семена. Если Тополем извергается, будет, это будет жестко. Вынужденно приостановят парады во всех странах. Бедные в Индии, вот эти солдатики, которые же стояли, они же все время, прикинь, вот уже выстроились, они уже вышли же. Все, вышли, стояли. И ждем, ждем. И вот тут прям слоны, они. И у кого-то... Знаешь, как там было? Ты же видел, Валек, как они в Индии ходят? У них же смешная походка на парадах. Вот эта тема. Тебе, слоны ебутся. Че за цирк? Где это? Че творится вообще, блин? Просто дебилы. Какой-то, блин. Тут цирк, клоуны какие-то. Военный парад. У них же все перьево эти хуиндии. Это же они думают, что это у них ЧП, блядь. А ты из России приехал, ты такой, ух ты, вот это шоу. Вот это программа. Вот это я приехал в Индию, нормально. Интересно, а там был какой-нибудь ведущий передачи в мире животных, который вышел на парад? Обратите внимание, слоны занимаются. Они же тоже демонстрируют свою мощь. Вот. По поводу мощи, но со слонами у них все нормально. Два слона, да, получается у них. Кстати, это не указано. Не указано. Может, там просто целое стадо слонов прибежало. И такие, боже мой, как меня возбуждают эти парады. Иди сюда, Катя. Ну не здесь же. Слон, прикинь, такой, да. Слушай, чё, давай. Давай я тебя здесь пежин. Ты чё, при всех? Парад, типа, давай я тебя здесь. При всех, что ли? Вот здесь. Нам не ракета. В танке вот в этом. На танке вот в этом. Парад, встречайте. Слон, один, второй, мопед, про мотоцикл. Чё у нас чё есть? Ну вот кабан есть у Петровича. Давайте, давайте. Всю херню. Ну не до хера. Ну, типа, скромная там. Нет, слониха просто любит романтику. Она говорит, мне надо, чтобы были цветы, люди, наконец-то. Красивые флаги. Почему ты давал? Парадики же все аплодировали. Я подумал, они трахаются, типа, начали трахаться слоны, индийская музыка. И типа, все, побежали люди, понял, типа, они встретили любовь. Сзади перевод откуда-то взялся. Русский. они давно не видели Миткун, лови гитару я так думаю, что вообще в Индии показательные у них должны же быть так, а вы все-таки думаете, что у них слон это часть вооружения? я хотел сказать, что я так думаю, что во-первых, это большое событие, что слоны сношаются, и поэтому приостановили все, но они же очень они не так часто сношаются в неволе тяжело да, и прикинь, на них еще все вооружение а почему? я себе не предпринимаю то есть у него такая каска он на задних лапах идет потому что у него здесь на перевес калаш идет как неударный момент и тут как член не встанет когда ты такой ходишь ох ты, вот это я младший они же как огнемет слона используют бензин заливают, он зажигалкой а членом он эти здания рушит просто ходит вот так вот мне еще интересно, в какой момент начали они заниматься любовью слоны, в тот момент, когда президент Индии такой ну что ж, у нас военная мощь а теперь наша мощь и они всю страну, весь мир слушайте, да, это хороший а может быть им сказали, что за второго ребенка даем 250 и слоны такие, хорош да, да, не, прикинь, тракуются слоны и переводят ветеран слеза такая у него ветеран слон тоже вспоминает, как его слон пежнул ранен и лежал слон я знаете, как думаешь, что слон спутал слониху с гаубицей просто и вдул ей так, что у них получится это тоже хорошая выхватил, там 4 человека же в гаубице сидело вот им постраданию но если они сидели вот так опа нет, 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 нет знаешь, нет, типа слышишь, там был не слоны, а слониха которая села, взяла гаубицу и просто начала играть а когда я скажу, что это ты плохой, что это ты придумал я так думаю, что в Индии ты должен определить, кто тебе больше нравится а в Индии священная, это корова или слон? корова корова слона не вхочи, не ставят, значит им похуй надо чё? я в это подумал я здесь поебусь, ты, блин, подождите короче, делаем парад иди на... ок, я эту поебусь аарс, скажи пожалуйста, есть ещё новость? ну, последнее давай, расскажи, что новость огонь короче в Англии, давайте возьмем чай в Англии открылся первый роботизированный бордель с секс-роботами ооо то есть, получается, как бы, пока батарея не села получается, жестко да, да, охуенно, хорошо супер, кожаный ублюдок где смазка? где смазка? здорово ты так блять всегда ебёшься или только когда со мной назови как тебе нас тут жесть сучка сучка бездушная железяка давай переворачивай меня и может жопу прикинь ты снимаешь штаны и он такой такие технологии по всем примерам и вообще одного как будто описали просто один робот который встречает и право поехали ну погоди когда они пошли там же есть функция приходишь когда тебе нужно выбрать функцию типа нет типа жестко отдал бить выбираешь сумму денежку малышка как тебе обращаться думаешь прям то гону что рысь такие технологии там сейчас выходит просто настоящий человек смысл вы не робот не совсем человек скрылся под а у нас же помните был по телевизору сюжет что какой-то робот федор робота лёша на прицел который прям прощение что человек просто переодет и люди таки в фольге ходят мы роботы давайте легализуем люди у нас здесь проституция не занимается это роботы откуда взял наркотики робот продал мне кажется что в этом секс-шоп это секс-шоп бордель это просто заходит никого это просто дырки просто дырки да ты такой нет анал вагина нет анал вагина но это и там усиленная добавить сахар когда это возраст возраст 63 15 температуру главное выставить как ты любишь похолоднее причем все это чисто никого не не ока не двери не не как мужики в писсуарах стоят просто да да все нормально а вам не кажется вот я так думаю что высокие технологии замещают живое общение с людьми вот уже секс-шоп и пожалуйста иди вот плати сто фунтов вот те роботы но ты бы трахнул робота да как ты себе его представляешь ну вот игрит робот а как он выглядит вот и я думаю смотри я заходил секс-шоп и видела ромашок я видел не робота а видел очень хорошо слаженную дорогую куклу то есть она как резиновая кукла только она видимо чуть сколько 800 стоило на 800 она все силикона но вот это где вы помните лицо мы оторвали сосок сиськи она все силикон но в ней внутри каркас который гнется типа ты можешь гнуть у него есть вагина вагина колорейш рота образно все то есть все дырки которые нужны там даже в ушах то есть все это есть руки могут тебя спать силиконовая конструкция замещаете ну каким-то должен быть человеком во первых одиноким что ты покупаешь за их богатым временно за 600 тысяч брать бабу силиконовую и не брать женщину хотя до сучка дороже дороже прикинь наряжать клубе валить вот живой человек дороже обойдется в клубе чем силиконом а мотня за 600 прикинь нарядить ее посадить тачку в игре силиконовая мотня за 600 куда сегодня едем вам достается код мешки а это робот силиконовая мотня 300 меня поражает то что в англии вот любая херня заходит любая херня такая же херня заходит у нас метлой да но взять сказать вы сейчас нашем секс-шопе сказать ребят можно попробовать тыща никто же никто не пойдет специально типа можно попробовать слушайте но это да это же как-то брезглило должно быть кто-то до тебя там тоже пробовал и вот как это там там хорошо помыть можно у тебя жена вот была она лежит у тебя на кровати такая ты у меня первый ходишь домой жена такая на тебе пахнет маслом был в проститутошной блять почему да я говорю меня нет я механик я работал же на стошке я ты чё ты врач ходишь по проститутку самое обидно что они они потом начнут защищать права этих роботов ты уже тоже просто так не склеены это сексуальное домогатель ты стоил фунтер заплатил надо еще иначе за ней поухаживать чтобы она сама тебе пришла просто куда-то вот такие проститутки ржавые стоят просто списаны есть же списаны немножко коррозия на тачке ребята соли ебаные в москве арс во-первых отдельно тебе спасибо спасибо что пригласили давайте поаплодируем арсению я напоминаю что для того чтобы определить какая новость фейковая вы должны сразу же написать по окончанию мы все это прочитаем и поймем кто ответил правильно отметим их и от арса будет отдельный респект но это вы пишите в комментариях небольшая подсказка если вы еще раз пересмотрите этот выпуск я на фейковой новости сделал специальный жест да нет нет я не буду сейчас говорить но нет не броской заметьте только самый внимательный кто посмотрит от 60 тысяч просмотров сам внимательно все давайте я напоминаю дорогие уважаемые подписчики вы должны подписываться на всех наших комиков на нашего звездного гостя арсений попов как тебя антон камолов лиза кудрявшего игорь васнецов и геннадий хазанов обязательно обязательно не забудьте поставить колокольчик чтобы у вас было уведомление нашего следующего выпуска я так думаю всем спасибо пока пока